Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Hello, bonjour, ботертов, доброго ранку. Хорошо, кто сегодня пришел? А то Мишли закончили, все, типа, всю Твору знаю, уже никто не пришел. Дерди не пришел. Шалом, сейчас мы узнаем, у нас сегодня интрига, что мы начинаем учить. Все думают, что же мы будем учить. Яков Шатадин тоже думает, что же мы будем изучать. Да, Яков? Сейчас узнаем. Я принял очень, мне кажется, хорошее решение. Так, хорошо. Значит, мы закончили изучать Мишли, но это не значит, что мы изучили Мишли, потому что для того, чтобы что-то реально изучить, нужно там раз сто повторить. И есть еще одна такая интересная вещь, что один законченный проект лучше, чем 50 начатых. Доброе утро. И я поэтому, так как в Мишли где-то главы счет 15 из 31, даже не 15, я думаю, 14. Я к урокам готовился, но я их не писал. Мне сейчас нужно для того, чтобы книгу закончить, мне нужно каждый день заниматься и писать Мишли. И я вчера посмотрел Берешит, то есть это огромный труд, это реально очень сложная вещь. В данный момент я не могу это сделать, поэтому мы сейчас, сейчас лето, и по правилам изучают летом перте, вот, поучение отцов. Есть трактат такой, поучение отцов, это трактат из устной Торы. И там, когда меня не было, вы с ним его изучали. Но так как 70 лиц у Торы, и каждый, да, каждый пертеевод изучает со своей стороны, то ничего страшного, мы со мной тоже изучим. Я пертеевод изучаю уже где-то 20 лет. 20 лет. И я считаю, что это, ну, как бы, если возьмем притчи, да, то это основа, как жить в этом мире, как правильно жить. То есть в притчах, то, что мы изучали, затронуты все аспекты, и они были затронуты 3000 лет назад. Царь Соломон попытался самые высокие вещи Торы, такие вот прям высшая мудрость, запаковать в понятные примеры. И мы старались эти примеры запаковать еще в более понятные примеры, на наш язык перевести. И, ну, я думаю, что все-таки этот цикл изучения, он много дал каждому из нас. Теперь пертеевод. Пертеевод записали, записали меньше, чем 2000 лет назад. То есть, когда записали вообще устную Тору, сейчас я вам немного расскажу, история, история появления записанной устной Торы. Ведь она же была устная. Как же она стала вдруг записанная устная Тора, да? Значит, дело было так. Мошер-Рабейну, Мошер-Рабейну Моисей, он поднялся на гору Синай и получил всю Тору. Это, кстати, первая мишна-пертевод, Мошер-Тибель Торами Синай. Мошер-Рабейну, он получил Тору с горы Синай. То есть, как было дело, значит, Мошер-Рабейну Моисей, он был человек, который поднялся на самую высокую ступень в человеческом развитии. Причем интересно, я изучал разные за три-четыре системы в свое время до Торы, Гурджиев, Главацкая и так далее. И я у Гурджиева где-то нашел, что вот он писал, что самый реализованный, выдающийся человек за всю историю людей в мире, это был Моисей. То есть, он поднялся на самый... Ну, нам, Гурджиев, там не авторитет, кто это Гурджиев вообще, мы не знаем. Но, как бы, Мошер-Рабейну, что понятно, да, он пророк всех пророков. Почему он пророк всех пророков? Потому что у него не было никакого личного вот этого эго, которое бы искажало информацию, искажало его связь между ним и Богом. Теперь вот Мошер-Рабейну, он поднялся на гору Синай и Тибель-Тураби-Синай. Он получил от Бога полное знание, знание, восприятие того, как этот мир устроен и работает. То есть, тогда чуть уйдем назад. То есть, Бог, он непостижим. То есть, когда мы говорим слово Бог, мы... Ну, слово Бог, Б-О-Г, три буквы. Потом, если звучит как Бог, да, там, на английском, Гат или там, Лорд, на иврите, миллион, не миллион, но много значений, там, А-Ш-М, Ю-Т-К-В-А-Ф-К, там, Эл-О-Ким, ну и так далее. То есть, когда мы говорим любое слово, любое слово абсолютно не описывает ничего божественного. То есть, слово это всего лишь набор букв, слово это набор звуков. И, когда человек слышит этот набор звуков первый раз, да, вот первый раз спрашивает, там, ребенок, крошка, сын к отцу пришел, спросил кроха, папа, кто такой Бог? У тебя слышал Бог, да, слово Бог? Это, знаете, есть анекдот, когда детей в детском саду спрашивали, что они думают про Бога, и каждый ребенок рассказывал то, что он слышал, как описание этого слова, потому что откуда ребенок знает о Боге? Только то, что ему сказали. Скажешь есть, есть, скажешь нет, нету, скажешь... То есть, понятно. И, значит, детей интересно было узнать, что дети думают о Боге. И один мальчик говорит, вы знаете, говорит, я знаю, где живет Бог. Его спрашивают, где? Он говорит, Бог живет в напольных весах моей мамы. Ему говорят, как? Почему в напольных весах твоих мамы? Он говорит, ну, когда мама становится на эти напольные весы, она всегда кричит, о боже, о боже, смотрит на свой вес и кричит, о боже. Значит, вот примерно так же каждый из нас воспринимает Бога. То есть, слово Бог, и за ним кроется что-то непостижимое. Так вот, непостижимый Бог, он, он, как бы, давайте я попробую передать, что кроется у меня за словом Бога. За словом Бога кроется бесконечность, непостижимость, то, что было до Вселенной, до Мироздания, то, что дает энергию всему Мирозданию, и то, что создает своим божественным, божественной силой, скажем так, и влиянием, создает все это Мироздание, удерживая все эти связи между молекулами, там, атомами, законами и так далее. То есть, вся вот эта вот штука, она создана и поддерживается тем, что для меня, ну, как бы, записано словом Бог, да? То есть, Бог это Творец, Создатель, но когда мы говорим Творец, Создатель, уже почему-то в мужском роде, хотя он нет, ну, как можно назвать ту силу, которая стоит за пределами Вселенной, Творец? Может, ну, то есть, понятно, что слово Творец, это вообще не описывает Бога. То есть, Бог это непостижимая сила, тоже не описывает. Хотя, если мы возьмем одно из определений Бога, Элотим, да, как называют Бога, Элотим, Всесильный, то этим словом описывается, что он Создатель и Хозяин и Синхронизатор всех сил, Всесильный. То есть, все силы в мире, все векторы, все законы, все векторы движения, направления и так далее, все это, все это один из аспектов Бога, да? Да, теперь, теперь, дальше. Но есть еще тот Бог, который находится за пределами всех сил, который всем силам дает энергию и который все силы создал. Это я описываю то, что, как бы, я пытаюсь словами описать то, что я представляю Боге. И дальше, вот тот вот, который за пределами любых описаний, это как бы Бог-Бог, ну, так, изначальный Бог-Бог, да? Потом этот Бог-Бог, у него появляется внутри некая такая, как идея, структура, это Тора. То есть, то, что мы называем Торой, это была идея Бога, в которой было сложено уже структурно все мироздание, как чертеж мироздания, как его программное обеспечение. Когда мы видим фильм на экране или какое-то сложное программное обеспечение, то за вот этой картинкой, которую вы сейчас наблюдаете, да, Facebook и так далее, находится набор каких-то строчек кода, программного кода. Если человек нормальный смотрит на этот программный код, он не понимает, как вот это вот строчечки из этих непонятных символов превращаются в понятную картинку, говорящего на экране Ицхака. Так вот, Тора, это, вначале это идея, потом идея уплотняется в какие-то более плотные штуки, потом эти более плотные штуки, они уплотняются уже в энергетические штуки, потом энергетические штуки уплотняются в уже материя, да, штуки из материи, там, звезды, планеты, вселенные и так далее. И вся эта история потом она, ну, мы ее воспринимаем здесь как Земля, но что интересно, у человека есть доступ, доступ к Богу, то есть в виде души. То есть душа, она как бы пронизывает лучом всю вот эту вот каскадную историю и соединяется с тем, который находится за, ну, тот, кто ее создал. Еще одна маленькая зарисовка, кто такой Бог. Значит, как-то Раби Атива разговаривал с одним римлянином, и римлянин говорит, римлянин говорит, значит, вот покажи мне Бога, если бы я увидел Бога, я бы поверил. Значит, хорошо. Раби Атива говорит, приходи завтра в 12, в полдень, я тебе Бога покажу. Собираться они в полдень, в 12 часов, Иерусалим, значит, солнце палит вообще в зените, стоит солнце в зените, вообще, ну, невозможно, такой яркий-яркий свет невозможный. И Раби Атива ему говорит, римлянину, смотри в центр солнца, солнечного диска, и вот через 5 минут ты увидишь Бога. Римлянин говорит, послушай, говорит, я не могу смотреть на солнце, это нереально, это выжигает глаза. Так, ему Раби Атива говорит, смотри, говорит, ты даже на солнце, которое песчинка для Бога, да, Бог создал миллиарды солнц, и Он дает всем этим солнцам энергию, ты на солнце не можешь смотреть. Как ты собираешься на Бога посмотреть? Ты просто должен знать, что у любой вещи есть Создатель, нет в этом мире ничего без Создателя. Вот для Оксаны Павликовой Бог это одна общая душа всего, и так далее. То есть, когда мы говорим о Боге, мы все впихиваем Бога в какую-то, в то, что Богом не является. То есть, любое описание, любые слова, в которые мы пытаемся запихнуть понятие Бога, оно непостижимо. То есть, Бог это Создатель мироздания. Космический мозг уже тут есть, слово космос, у каждого за словом космос находится маленькая часть космоса, потому что космос тоже непостижим вообще, это там миллионы космических лет, каких-то световых лет. Супермозг. Супермозг у каждого, опять же, за словом супермозг, находится всего лишь каких-то там полтора килограмма серого вещества, которое, ну, даже само это слово, супермозг, к Богу имеет такое отдаленное отношение. Ну, то есть, это Бог намного более велик, чем любое наше представление о Боге. Хорошо, теперь Моше Тибель Турами Синая. Моше Рабейну получил Тору на горе Синая. То есть, он поднялся на самую высокую ступень, на которую восприятие может подняться человек, и его восприятие, его мозг, его интеллект получил всю Тору. Он стал, воспринял мир от начала до конца, то есть, ему открылось все. Вот ему открылось все, что может открыться человеку. Вот уже больше, чем ему открылось, открыться не может. То есть, мы каждый живем в ограниченном мире. Кто-то живет в очень маленьком мирте. Например, там, вот есть страна такая, Буртина-Фасо. Кто знает Буртина-Фасо? Я проверял где-то, процентов 30 слышали про эту страну Буртина-Фасо. А в ней, в этой Буртина-Фасо живет 16 миллионов человек. То есть, бах, человек живет, обычный человек живет без страны Буртина-Фасо, и он даже не представляет, что есть где-то эта страна. И из 200 стран мира, которые существуют, обычный нормальный человек может назвать от силы 50-70. То есть, 130 стран существуют, а человек про них не знает. То есть, каждый из нас живет в модели мира очень ограниченно. Но это я сейчас говорю про мир на Земле. А если я спрошу, а сколько звезд? Кто, ну, кто вообще представляет, сколько звезд? А кто представляет, ну, и так далее, и так далее. То есть, каждый из нас живет в очень маленькой ограниченной картине мира. А Машеробену Моисей, он получил от Бога Тору, он получил полную картину мира со всеми законами, которые этой картиной мира управляют. И со всеми, со всеми пониманиями, глубинами, что должен делать человек в этом мире. Это называется Тора. Тора – это учение, которое чертеж мира, это структура мира, это мироздание, выраженное в понятном человеку языке. И вот он получил эту Тору на Синае и передал Еушуа. Первая мечта. Мушетик Бель Турами Синае. Ума срали Еушуа. Он ее передал Еушуа Бенуну. То есть, он передал эту Тору своему ученику Еушуа Бенуну, который тоже поднялся на ступень высочайшего пророчества, на ступень восприятия. Значит, Еушуа передал Тору у Еушуа или с к ним. С к ним это были старейшины. Значит, Тора, она же, когда ты поднимаешься на такой высочайший уровень восприятия божественного, то, как бы, открываются вот эти каналы, и у тебя появляется связь. Через Тору появляется связь с Богом. То есть, если Тора – это идея, мысль Бога, скажем так, и ты эту мысль Бога воспринимаешь в полноте, то ты в этот момент соединяешься с Богом через Тору. И Мушет Робейн, он был пророк, потому что пророк – это тот, кто находится в духовных мирах, то есть в корне всего. Материальный мир – это по каскаду спускается вниз. В материальном мире есть время, пространство и так далее. В духовном мире ничего этого нет. И тот, кто поднялся вот в этот духовный мир своим восприятием, он как бы, ну, пророк, то есть он видит в прошлое, в будущее, в настоящее. То есть это совершенно другая система восприятия. И вот Мушет получил Тору на Синае и передал Еушуа. Еушуа передал старейшинам, то есть на них, на всех было пророчество, но были какие-то ключи передачи, которые передавались в разговоре через слова, через какие-то… То есть они 40 лет были в пустыне, и 40 лет они, находясь в таком, представляете, тренинг длиной 40 лет, они питались маном. Ман – это была такая духовная пища, которая появлялась, материализовывалась из духовного мира. Они жили совершенно в другой реальности 40 лет. И вот они, значит, такие прям космонавты, да? Да, космонавты, я слышал, как один какой-то такой сумасшедший в Ютубе человек, он выступал и говорил, говорит, евреи – они не люди. Евреи – они космонавты, они пришельцы, они из космоса, они типа… Ну, они пришельцы, потому что, посмотрите, ну, то есть они совершенно по-другому. И действительно, 40 лет они находились вот в этом вот инкубаторе божественном и стали народ священником. То есть Бог выбрал как такой отряд, назвал в Торе еврея «Мамлехет Куаним Вегой Кадош». Значит, царство священников и народ святой. И дал функционал, что вы должны заниматься в этом мире только быть священниками, нести божественный свет народом, нести божественный свет в мир, то есть быть проводниками вот этого божественного света, да? И если евреи будут народ святой и проводники божественного света, весь мир поднимается на уровень божественности и отлично, game over, то есть как бы цель творения реализована. Понятно, то есть идет божественный свет, божественный свет идет в этот мир, в этом мире материальный мир должен сделать выбор, человек должен сделать выбор подняться на божественный уровень, и тогда отлично все то, ради чего мир создавался, реализовалось. И вот, значит, Юшуа передал Тору с Кеним. В Торе, опять же, еще раз, это полная картина мироздания, как оно все работает, это структура мироздания. У с Кеним леневиим. С Кеним передали Тору невиим, пророкам. Значит, пророки это были люди, которые поднялись на самую высокую ступень восприятия Бога, то есть они умели входить в состояние, когда отключался интеллект, и они входили, как бы у них был такой доступ в духовную сферу, назовем это так. То есть у человека есть мозг, это некий механизм, который формирует ту картинку восприятия реальности, в которой живет человек. Этот механизм, он программируется с детства, рождается маленький ребенок, у него такой маленький мозг, потом этот мозг растет и программируется программами, речью, там, какими-то навыками, знаниями, фильтрами. И вот у человека внутри он не мир воспринимает, он воспринимает извне сигнал, световой, звуковой, и внутри каждый человек строит свой мир в зависимости от той информации, которая в него заложена. То есть одна и та же входящая информация, на поле, например, смотрит агроном, видит поле, и у него сразу, а он пять лет изучал, что на этом поле растет, как растет, какие виды земли и так далее. То есть он видит поле, а у него это поле внутри раскрывается, вообще в какой-то там он полностью все понял, осознал, что на нем надо сидеть. На это же поле смотрит, например, человек, который вырос в городе, программист, он вообще поле не видит, то есть он видит какое-то желтое пространство, там, или белое, или красное, и у него за этим ничего не стоит вообще, то есть он видит просто вот какая-то растительность, и он даже про нее не думает, у него ни одной мысли нету про эту растительность. А агроном, у него это, это та же самая картинка раскрывается в, там, в уникальную вещь. А поэт на это поле посмотрит, вообще у него другая идет тема. Теперь, значит, пророки, они вам выходили из всех этих картинок, и они видели духовную суть поля. То есть они видели ту духовную реальность, которая стоит за полем. То есть они видели вот этот программный код, то есть, ну, я не пророк, я не знаю, что они видели. Но у них отключалось обычное мышление, и включалось мышление другого уровня, которое недоступно для обычных людей. Получается, Моше получил Тору от Бога, передал Еушуа Беннуну, Еушуа передал старейшинам, старейшины Ленавиим, пророкам. У Невиим Масруа Леаншей Кнесет Агдулах. Невиим передали Тору людям большого собрания. Теперь надо понимать, что было дальше. Вот тут мы как раз касаемся Шлома Мелаха. Царь Соломон жил в эпоху пророков. И он сам был пророк, и царь Давид был пророк, и царь Соломон был пророк. И они находились между мирами. То есть они могли и там быть, и здесь быть, и было в то время много пророков. И царь Соломон построил первый храм. То есть он построил первый храм, в котором божественное присутствие проявлялось явно, были чудеса, то есть была совершенно там нереальная реальность. То есть было что-то уникальное вот в Иерусалиме, это место ворота в небо. И, значит, но люди, по сути своей, не изменились. У людей внутри есть, как в Торе написано, как Каин убил Эвеля. У человека внутри есть животное, на которое надета вот эта высокая духовная сущность. И жизнь проходит в борьбе между животным и духовностью. И раньше животное было еще больше проявлено, да, то есть животное, люди были животные такие, что капец. Если мы посмотрим на всех этих там инков, этих ацтеков и так далее, массовые жертвоприношения, детей убивали и дал поклонство. То есть люди были, они больше были связаны с духовностью, но там, когда у них зло было внутри, оно проявлялось намного более жестоко и ярко, чем сегодня. И, значит, когда был построен первый храм, то с одной стороны пророки были сильные, с другой стороны мади, колдуны, волшебники, идолопоклонники были такие же сильные. И между ними всегда была война, всегда была война между силами добра и силами зла, как внутри человека, так и снаружи. И зло часто выигрывало. И к концу первого храма очень сильно развились три главных греха. Первый храм был разрушен за три греха. Первый грех это был кровопролитие. Нет, первый грех это был идолопоклонство. То есть служили не богу, а служили идолам. Что такое служить идолам? Это служить другим силам, которые ставились важнее, чем бог и божественная сила. То есть как это работает в жизни, очень все просто. Вот смотрите, например, есть президент страны. Ну как будто бы назовем это бог. Ну как будто бы, да, он главный в стране. У президента есть министры. У министров есть замминистры. Теперь прихожу я к замминистру и говорю, слушай, давай так, я тебе дам взятку. Ты, значит, сделай так, чтобы я получил там какой-то контракт государственный без конкурса, без ничего. По цене заплатите мне в два раза больше. Ну обманите государство, обманите царя. А я тебе дам откат, там, 300 рублей. Этот замминистра говорит, вот эта тема, вот эта тема, класс, согласен. Все. То есть и пошла, пошла тема. У него какая-то власть есть. Эту власть ему дал бог. Но когда я начинаю включать эту цепочку, чтобы обмануть бога, чтобы реализовать какие-то свои планы, это называется идолопоклонство. Дальше, второй был грех, который был следствием идолопоклонства. Если я не уверен, что есть единый хозяин, который за всем следит и всем управляет, значит, раз такого хозяина нет, то кто хозяин? Я хозяин. Да, вот моя же нас перешла послушать. И, значит, раз я хозяин, то второй грех после идолопоклонства был убийство. Убийство это, значит, когда выплывала эта история наружу, когда появился мой конкурент, то когда этот замминистр вдруг он начал себя плохо вести, тогда человек, у которого нет бога, нет страха перед богом, нет понимания, что бог запретил убивать, то, конечно, чем мне не убить замминистра, конкурента и всех остальных заодно. То есть, второй грех во время первого храма был убийство, идолопоклонство, убийство, и третий грех был разврат. Значит, что такое разврат? Разврат это функция, которую бог заложил во все живое для того, чтобы размножались. То есть, паучки, собачки, кошечки, птички, там, рыбки, все размножаются. Зачем они размножаются? Кто их просил размножаться? У них включено желание размножаться, и а как можно заставить живое существо что-то хотеть, чтобы ему было приятно. И разврат это самое большое удовольствие, сексуальное удовлетворение, это самое большое удовольствие, которое есть у человека, если взять вот в чистом виде на животном уровне, какие кайфы в организме самые большие, то, конечно, вот этот кайф самый большой. Но бог сказал, смотрите, есть границы, есть границы. То есть, граница такая, там, семейные отношения, чистота семейной жизни, нельзя там в Торе перечислены с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с дядей, с тетей, с племянниками, ни с тем нельзя. С мужчиной, с мужчиной не может, и так далее, с животными нельзя. А они, значит, как только человек начинает служить идолам и отходит от бога, раз бога нет, все можно. И они начали еще и развратом заниматься. Все. Три вот этих вот греха послужили причиной разрушения первого храма. И вот, когда разрушился первый храм, руками, уже храм на небе был разрушен, здесь его разрушили вавилоняне, да, на выходный царь, царь. Ивреев угнали на 70 лет в рабство, угнали из Израиля на 70 лет в... Это не было рабство, это было изгнание, да, изгнание из Израиля на 70 лет. И через 70 лет разрешили вернуться, разрешили вернуться, и через 70... Это было такое предупреждение, что вы должны жить в Израиле, у вас должно быть храм, вы должны служить Богу, вы народ священников и... Царство священников и народ святой. Все. Для вас очень жестко, все правила жестче, чем для всех. Прямо конкретно Тора. Все регламентировано, 613 заповедей. Все. Шаг право, шаг лево, смертная казнь. В Которе записано, шаг право, шаг лево, смертная казнь. Что получается? Семьдесят лет предупреждения. И звоночек, такой явный звоночек, это было то, что мы празднуем в Курим. Ахашвирош, вот этот царь, который правил в той империи персидской, он выносит постановление, был у него там царедвой лицаман, чтобы уничтожить всех евреев. И Бог говорит, смотрите, у вас есть в мире функционал. Или вы выполняете, в Торе написано, я отдаю перед вами жизнь и смерть. Выбери жизнь. Или вы выбираете жизнь, или вы выбираете смерть. Все. То есть, тут нет варианта. И, значит, если вы не хотите выбирать жизнь, то тогда будет смерть. И вот, вот, смотрите, значит, идет как бы это постановление. Должны были всех уничтожить. Потом постановление снимается, когда евреи сделали шуму, вернулись к Богу. И им разрешают вернуться и строить второй храм. Как вы думаете, сколько вернулось? 42 тысячи человек. 42 тысячи человек из там, нескольких миллионов населения. Остальные остались, был Вавилон, как сейчас Америка. Остальные остались. Но эти 42 тысячи построили второй храм. И 120 мудрецов, среди них были пророки. Это были люди большого собрания. И вот, первая мишна в Перте, вот, она нам говорит, Моше получил Тору на Синае и передал Йошуа. Йошуа передал старейшинам. Старейшину передали пророкам. Пророки передали людям большого собрания. Они передали людям большого собрания. И, значит, люди большого собрания сказали нам три вещи. То есть, я сегодня уже не успеваю подробно рассказать, да? Потому что люди большого собрания, чтобы в будущем, не успеваю уже, да? Давайте так, я вам следующее скажу, что сделали люди большого собрания. Они, кстати, убрали тягу к идолопоклонству. Исчезла пророчество из-за этого. Я вам расскажу завтра. Все, друзья, значит, мы на сегодня останавливаемся. Мы сегодня узнали цепочку передачи Торы, значит, пока не узнали еще, но мы идем-идем. Потому что устная Тора и Перте, вот, была записана уже после разрушения второго храма. Когда уходили мы уже во второе изгнание, которое было, это уже 2000 лет оно длилось. И вот оно сейчас закончилось. То есть, евреев вернули сейчас в Израиль. Но второе предупреждение было еще более жесткое. Первое всего было на 70 лет разрушения первого храма. Второе было предупреждение разрушения второго храма. Изгнание 2000 лет. И, значит, сейчас изгнание закончилось. Израиль опять, народ Израиля вернулся в Израиль. И осталось совсем немного, осталось только третий храм. С Божьей помощью третий храм должен спуститься с неба, и мы его увидим. Вот мы своими уроками Торы и служением Богу мы приводим в мир остатки последней вот этого вот духовного божественного света. И, значит, увидим своими глазами, как третий храм, значит, спустится с неба и придет на шеях. Все. И тогда мы уже увидим Ашеха все своими глазами. Все его ждут. Значит, ждут, ждут, ждут. И вот дождемся. Все. Удачи, успехов. Всем пока.